Нази Шарая родилась 1 мая в 1926 году в городе Тбилиси. Она является заслуженной артисткой армянской СССР, лауреат 6-го международного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Девочка родилась в семье езидов. Будучи маленьким ребенком, Нази осталась круглой сиротой. Однажды, заснув на улице, маленькая беспризорная девочка была найдена супругами Шарая артистами цирка, которые удочерили ее. В семье этих замечательных людей она занималась акробатикой и прошла профессиональную подготовку, освоила профессию жонглера. Параллельно Нази училась в средней школе, а также с артистами разъезжала по всей стране. В 1940 году окончила московскую эстрадную студию как исполнительница жонглерского номера. До 1944 года работала во фронтовых бригадах и выступала вперед бойцами, а уже после войны Нази Шарай начала свою артистическую деятельность. В 1954 году артистка подготовила сонный жонглерский номер, включающий элементы езидской музыки и танцев. В качестве реквизита артистка использовала предметы езидского народного быта – платья, украшенные национальным орнаментом. В композицию номера входили оригинальные трюки, перекатывание двух бубнов навстречу друг друга через спину по вытянутым рукам, ритмичные броски в бубен трехмечей каскадом, жонглирование шестью крупными подносами и да. Каждое движение – трюк в номере артистки большого сценического обаяния – были подчинены четкому ритмичному рисунку, музыкально акцентированы, отличаясь национальным своеобразием и исполнительским мастерством. Нази Шарай езидко по происхождению, женщина с ярко выраженной кавказской внешностью и темпераментом выступала с оригинальным жонглированием бубнами, как армянский жонглер. Затем выступление Шарая было включено в программу грузинского национального циркового коллектива и артистку, соответственно, начали представлять зрителям как грузинского жонглера. В статье о Нази Шарая Гончаров пишет, главное, что отличает выступление Нази Шарая – это ценность замысла, законченность номера, его национальный колорит. Пожалуй, трудно утверждать национальную подлинность ее костюма. Но стилизация настолько тактична, что сохраняет впечатление достоверности. И в то же время это костюм для арены для выступления. И костюм, и меняющиеся ритмы национальной мелодии, и сам выход на арену – национальный танец. И предметы, которыми жонглирует артистка, бубны с древним езицким орнаментом – все являлось очень выразительным и национально самобытным. Любители цирка не однажды аплодировали четкому и эффектному номеру Нази жонглирования горящими факелами. Успех ее был проверен практикой, но сохранение факелов в новом номере нарушало его художественную ценность. И Нази Шарая отказалась от того, что в ее исполнении пользовалась успехом. Длительные поиски, напряженная работа привели к той легкости исполнения, при которой техническая сложность отходит на второй план, оставляя простор художественной выразительности. Каждый подлинный художник непрерывно совершенствуется, ищет новое. И в том, что делают на арене Нази Шарая, раскрываются эти особенности подлинного художника. Нази Шарая является заслуженной артисткой армянской СР, лауреат Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве. В 2000 году Нази Александровна Шарая награждена медалью Ордена за заслуги период Отечества второй степени. Субтитры создавал DimaTorzok